Штребух Для продвижения данного видеоматериала И досмотрите это видео до конца Ведь в конце видео я поделюсь с вами Очень важной новостью Всем приятного просмотра А помойка снова кормит Был найден беспроводной пылесос От бренда Китфорд И пылесос кстати рабочий Но к сожалению Он не заряжен И не было в комплекте зарядки для того Чтобы заряжать данный аккумулятор Модель пылесоса на экране Данный пылесос у меня уже хочет купить Перекупщик который иногда к нам приезжает Купит он данный пылесос рублей за 300 В принципе нормальная цена С учетом того что зарядку для данного пылесоса Попробую еще найди Ее нужно купить Пылесос кстати офигенный компактный А еще из косяков внутри этой штуки Нет крутилки которая собирает волосы За данную сумму я считаю что это офигенный пылесос Ну а зарядку можно будет как нибудь Приколхозить и сделать самодельную На крайний случай А еще был найден пот от бренда Blue Пот в рабочем состоянии Положу его в сюрприз бокс А еще были найдены офигенные часы От бренда Vitec Данные часы с проекцией на стену Внутри вот этой штуки стоит какой-то лазер Который светит вдаль И на потолке можно смотреть время Это очень удобно когда спишь И смотришь потолок и видишь время Просто восхитительно Внутри установлено радио которое работает Радио в часах полностью рабочие Часы рабочие офигенные Положу данные часы в сюрприз бокс Данные часы могут работать даже от батарейки Просто восхитительно Помойка дарит время А еще помойка дарит пауэрбанк на 8000 мАч С литий-ионным аккумулятором Данный пауэрбанк выполнен в форме печенья с шоколадом И он даже заряжен То есть люди выкинули в помойку заряженный Неплохой довольно таки рабочий пауэрбанк А еще была найдена стальная фляжка для бухлишка Также был найден вот такой вот новый Но не рабочий светильник Не знаю в чем проблема Почему он не работает Но я думаю это можно легко починить Так что потом я займусь ремонтом данного светильника А как только он заработает Положу его в сюрприз бокс А еще была найдена 3D ручка Но к сожалению в комплекте блока питания не было Нагревательный элемент в этой ручке рабочий Но мотор который выдавливает данную проволоку Нифига не работает Поэтому данную ручку продам на барахолке рублей за 50 А еще рублей за 50 продам вот эту машинку на пульте управления А вот это ребят Одна из топовых находок за последнее время Это геймпад для компьютера от бренда Razer Модель геймпада Razer Onza Ну а номер модели на экране Данный геймпад в магазине стоит примерно 6500 рублей У геймпада большой длинный провод И работает данный геймпад от USB Кнопки у геймпада целые Но вот есть косячок А он именно в том что вот это вот покрытие Какого-то хрена стало липким То есть я вот сейчас в руках покрутил данный геймпад И у меня сейчас руки липкие пипец Из-за этого пользоваться им ну реально невозможно Нужно будет скорее всего каким-нибудь растворителем Или спиртом все это оттирать Возможно у меня это получится Было найдено немного серебра 4 серебряных кольца И подвеска на шею Вот это кольцо ребят самое крутое В него установлен огромнейший просто камень Данное кольцо естественно с пробой Ну и вот эти 3 тоже с пробой Вот это колечко мне нравится еще Короче братва вот это кольцо И вот это я оставлю себе А остальные продам Смотрятся данные колечки офигенно А еще супер круто конечно же смотрится Вот это кольцо с огромным камнем Ребят кольцо очень большое С данным кольцом я как будто рэпер И то не у каждого рэпера подобное колечко имеется Так что ребят не удивляйтесь Если в скором времени я начну читать реп Ну а помойка в очередной раз осеребряет А еще помоечка дарит вот такие часы от бренда Morgan Они женские Состояние часов офигенное Часы оригинальные от этого бренда По внешнему виду часы в офигенном состоянии Скорее всего это не супер дешевые часы Наверное новые такие стоят тысячи три с половиной Смотрятся часики офигенно Был бы женщина я бы их носил Данные часы положу в сюрприз бокс Ну а данное серебро продам Рублей за восемьсот А еще была найдена офигенная вкусняшка Это ребят рахат лукум Выглядит он ну прям очень аппетитно Буду данный рахат лукум хавать и попивать чаек Помоечка дарит вкусняшки Больше всего мне понравился вот этот рахат лукум Он напичкан офигенными вкусными орешками И кстати по виду коробки скорее всего данный рахат лукум Покупали в каких-то арабских странах Привезли в Россию попробовали не понравился и выкинули А я нашел терь хавую и кайфую А еще помоечка порадовала ретро спортивной курткой от бренда Nike Состояние у нее такое себе Вот в этих местах там где белые полоски должны быть Они уже желтые Возможно это конечно от старости белый цвет пожелтел Но в принципе это не критично совершенно Проверю карманы кстати не проверял Вдруг там деньги Но нет карманы пустые денег нет Куртка оригинальная Состояние офигенное Куртка из старой коллекции размер M Подобные курточки можно встретить в секонд хенде Потому что обычно в секонд хенде там только такое и продают старье Но я бы такую куртку носил Смотрится она офигенно Пусть она и старая но на халяву просто восхитительная ребят И я ни в коем случае не жалуюсь Помоечка меня офигенно одевает Помоечка порадовала очередной курточкой от бренда Timberland Размер курточки M Состояние куртки просто офигенное Рукава в нормальном состоянии Молния застегивается Карманы без дырок На задней части нет никаких дыр Нет вообще никаких косяков Я не знаю почему люди выкидывают такие вещи Ведь это куртка от бренда Timberland Блин да она дорогая капец Но люди взяли ее и выкинули Видимо вообще капитально заелись Я эту куртку продам на барахолке Рублей за 500 как минимум Куртка осенняя и мне в принципе подойдет Но себе ее не оставлю Потому что она ну типа не модная Помоечка офигенно одевает ребят А еще помоечка дарит почти целый флакон духов Антоини Эппель Короче духи от фирмы Эппл А еще вот в этой коробке есть духи из магазина Эйвен женские О да ребят помоечка дарит бесплатные ароматы Кстати запах довольно таки приятный Положу данные духи в женский сюрприз бокс А еще помойка дарит баллоны с кислородом полностью новые Целая коробка Модель баллонов на экране Ребят я в шоке Баллоны под давлением полностью новые Нужны они для пистолетов травматических и пневматических Такое я в помойках нахожу первый раз Чаще всего данные баллоны нахожу пустые А тут полные А еще помойка порадовала вот такой коробкой от ручки Коробка качественная и красивая Данную коробочку купят на барахолке Кстати возможно она конечно не от ручки А от какой-то цепочки Без понятия ребят вообще пофиг Продам ее за 10 рублей А еще помойка порадовала вот такой офигенной коробкой Называется это набор для совершения моментального перемещения во времени Назад в 90-е Внутри коробки жвачки лавыс Также есть жвачки турбо с наклейками А еще юпи и зуко с малиной И это даже не просрочено Срок годности до 02.05.22 года Но еще самое крутое Это конечно же доктор пеппер Данную коробочку я разыграл на стриме Ее выиграл один из моих подписчиков Я ему этот наборчик отправлю И он вернется в 90-е А еще помоечка порадовала двумя кальянами Первый кальян кстати на вид какой-то старый Внутри колба металлическая Я даже не знаю как ее раскрутить Потому что я пытался пытался Но видимо там где-то она раскручивается Но походу она окислилась Не могу раскрутить По сути целый кальян Нужен только шланг и чаша Ну а вот этот кальян очень высокий На него я свесил кучу трубок Здесь даже есть силиконовая трубка черная Хорошая современная А вот эта обычная трубка бюджетная Чаще всего данные трубки выкидывают Потому что там дырка очень узкая И кальян не особо хорошо тянется Из-за такой трубки Данный кальян полностью целый Для него нужна чаша И все и можно курить У меня тут как раз для кальяна в сахарамах Лежит офигенный табачок из помойки Вот такой табак И такой табачок Короче три табака для кальяна из помойки У меня уже есть И кальяны из помойки тоже есть А еще была найдена вот такая вот шахта от кальяна Но к сожалению в комплекте только шахта была Судя по внешнему виду данной шахты Скорее всего данный кальян не особо-то и дешевый И стоит в районе 8 тысяч рублей Может 5 Не знаю точно Это все примерно Не знаю почему выкинули данную шахту Она целая Никаких проблем с ней нет Дуется Восхитительно Данную шахту продам на кальян барахолки Рублей за 800 К этой шахте есть еще в комплекте вот такое блюдце Была найдена очередная натуральная шуба В карманах данной шубы я нашел сухие очистки от мандаринов Это очень странно Вы посмотрите на вот эту шкарлупку Ее кто-то подпаливал Я не понимаю зачем это сделали Возможно данную шубу носила какая-то ведьма Шуба вроде бы сделана из лисы Я подпалил под подмышкой пару волосинок Воняет паленой курицей Шуба точно оригинальная И скорее всего реально сделана из лисы Вот здесь даже видно швы То есть шубу делали из кусочков бедных лисичек Воротник такой блин мягенький Возможно сделан из лисевого хвоста В принципе состояние этой шубы можно сказать нормальное Но вот на данном рукаве какой-то мех не особо густой Но в принципе это не особо заметно Ведь он находится на внутренней части Ну а на внешней части все нормально Размер шубы примерно ML Шуба от бренда Excher Pace Ребят очень интересно сколько подобная шуба будет стоить Напишите ребят ваши варианты в комментариях Как вы думаете сколько стоит подобная шуба из лисы Я после обзора почитаю комментарии Буду думать за сколько мне эту шубу выставлять на авито Очень не хочется продешевиться Задняя часть шубы в хорошем состоянии Кстати ребят вот смотрю на эту шубу и мне реально очень жалко бедных лисичек Кому их так же жалко ставьте лайк этому видосу Было найдено в очередной раз мыльное рыльное Во первых вот такой дезик для подмышек от бренда Нивея Также было найдено два бальзама после бритья В этой коробке лежит точно такой же бальзам и они оба новые Только этот был без коробки а вот этот с коробочкой Просто шикарно после бритья буду мазаться и вспоминать помойки А еще нашел офигенный корм от бренда Пурино Проплан Данный корм кошачий очень дорогой Здесь почти целая упаковка В пачке примерно 85 процентов корма осталось Корм деликатный для кошек с чувствительным пищеварением От одного года Пачка данного корма в магазине стоит примерно 3000 рублей Самое крутое что данный корм не просрочен Срок годности до 19.01.22 года Я не знаю почему люди его выкинули Возможно они в очередной раз заелись Данный корм я скормлю своему коту Он будет очень счастлив от такой халявы Небольшая часть крутых детских игрушек Во первых было найдено 4 крысы И также был найден охотник на этих крыс Игрушки в офигенном состоянии Больше всего меня прикалывают именно вот эти две крысы Также был найден вот такой солдатик на подставке Солдатик кстати из Бургер Кинга А еще было найдено 2 детских куклы Первая правда голая Но вторая с одеждой И кстати кукла очень симпатичная Данную куклу подарю своей племяннице Руки и ноги у куклы на месте И это не может не радовать А еще был найден шлем для катания на велосипеде Полностью целый И кстати данные игрушки абсолютно новые У них даже есть бирки А еще была найдена неплохая клетка для хомячка Ее нужно только лишь отмыть И можно в принципе покупать хомяка домой Но я ее не буду себе оставлять Продам Также был найден абсолютно новый халат От бренда Лариса Размер халата 46 Подрос 1,58-1,64 Я не знаю почему его выкинули Он полностью новый и запечатанный Продам на барахолке Также была найдена пачка макарон И они кстати даже не просроченные Заберу домой А еще был найден данный принтер Принтер от бренда Canon Модель IP2600 Обычно принтеры я не беру Потому что их покупают за копейки Но данный принтер в принципе Можно будет продать на барахолке За 100 рублей Поэтому на барахолочку я его и возьму Блока питания в комплекте не было Но зато внутри стоят картриджи И это очень хорошо Помоечка дарит пусть небольшую, но прибыль Были найдены царские благовония Данные палочки тлеют И выделяют дым Который очень пахнет Данные палочки я оставлю себе Буду поджигать в гараже Чтобы обстановочка была по кайфу Запах кстати офигенный Так что помоечка ребят Дарит атмосферу Ребятки Вы посмотрите какие прелестные чайники Помойка меня ими снова радует Вот эти два чайника кстати на вид абсолютно одинаковые И они полностью рабочие Но вот этот чайник Нифига не работает А не работает он потому что кто-то отрезал провод от подставки Чайник кстати от фирмы Redmond С подсветкой Но очень сильно он зарыганный Данный чайник продам на барахолке за полтинник А вот эти чайники продам по 100 рублей Помойка дарит возможность узнать мой вес Было найдено 5 напольных весов Среди которых были весы кухонные Кухонные весы работают Вот эти весы работают Эти весы не работают Вот эти не работают Вот эти тоже не работают И вот эти не работают Короче из всех напольных весов работают только вот эти А вот эти не включаются Возможно нужно заменить батарейку Но это конечно не точно Продам эти весы по 100 рублей на барахолке Пусть люди уже сами покупают батарейку и проверяют Ну а вот эти весы заберу домой, на кухне они очень сильно пригодятся. А еще были найдены плакаты от бренда Marvel. Здесь, ребят, каждый из вас найдет своего любимого супергероя. Помоечка дарит супергероев. Данный плакат я повешу на стенку, а вот этот плакат непонятный, где написано «Звездные войны», «Хронология», данный плакатик продастся на барахолочке. Помойка одаряет супергероическими плакатами на мою стенку. Был найден хороший фен от бренда Philips. Модель Color Reactive Ion. Под словом Ion, скорее всего, внутри есть какие-то типа ионы серебра или что-то типа этого. На фене есть регулировка. Фен на 2000 ватт и полностью рабочий. Продам данный фен на барахолке за 200 рублей. А еще была найдена офигенная пилка по металлу. Она огромная, капец. У меня никогда такой огромной пилки по металлу не было. Полотно здесь очень широкое, но, к сожалению, ржавое. Но, в принципе, наждачкой можно очистить. Видно по пилке, что она качественная и в гараже очень сильно пригодится. Оставлю себе. У меня в гараже тут прям баня. Все потому, что я нашел отпариватель для одежды. И, кстати, первый раз я нахожу отпариватель. Отпариватель от бренда Garmet Stiammer. Работает он просто восхитительно. У меня тут прям баня. Отпариватель высокий. Вот эта штучка регулируется. Вот сюда можно вешать одежду. Ну и отпаривать. Офигенная штука, но оставлять себе не буду. Продам данный отпариватель рублей за 800. Помойка в очередной раз знатно обувает. Вы посмотрите, сколько обуви. Я в шоке. Почему-то именно зимой выкидывают большое количество обуви. Здесь есть все. И зимние ботинки. И неплохие кроссовки. Вот, допустим, кроссы целые абсолютно. Вот, допустим, еще кроссовки. Полностью целые. Легкие. Для бега. Для занятия спортом. От бренда Zenden Active. Ну, внутри они немного порваны. Наверное, из-за этого выкинули. Но самое главное, это то, что снаружи они полностью целые. Ну и подошва тоже целая. Вот еще кроссы от бренда Zenden Active. Женские. Типа кожаные. Тоже целые. Вот еще женские ботинки. Довольно-таки неплохие. Но это не страшно. Зато они стильно смотрятся. Вот эти сапоги по-любому кожаные. И очень сильно теплые. Полностью целые. Вот еще кроссы от бренда Zenden Active. Тоже полностью целые. В общем, среди этой обуви есть ценные экземпляры. Во-первых, вот эти вот зимние кроссовки от бренда Reebok. В них офигенная подошва. У меня когда-то были подобные, только летние кроссовки Reebok с такой подошвой. Данная подошва очень удобная. Кроссовки амортизируют, и ты ходишь, и такое ощущение, что тебя пружинит постоянно. А это зимняя модель. Ботиночки смотрятся офигенно. Размер 45. Кроссовки оригинальные. Внутри они чуть разорванные, но именно в месте, где находится пятка, все нормально. Я без понятия, почему их выкинули, ведь они полностью целые. Я данные ботиночки оставлю себе, буду в них ходить зимой и кайфовать от халявы с помойки. Новые такие ботинки, я думаю, будут стоить 1008 как минимум. А еще были найдены ботинки от фирмы Martins. В общем, данная фирма очень дорогая. Размер данных ботинок 46. И подобные оригинальные ботинки будут стоить примерно 1015. Но у них есть косяк, вот в этом месте треснула подошва. Но в принципе, это можно заклеить, и даже не будет видно. Тут даже написано, что это The Original. Кроме этой трещины и того, что они внутри немного подушатались, больше нет никаких изъянов. Внешнее состояние офигенное. Подошва не протертая, она видимо из какого-то материала антискользящего. Смотрятся данные ботинки превосходно. Я бы их себе оставил, но размер слишком большой. Я планирую их заклеить и продать на Авито за 1000 рублей. А еще есть вот такие неплохие кроссовки. Бренд, правда, непонятный, но с виду они офигенные. Их косяк то, что внутри нет стелек. И еще вот эти кроссы тоже неплохие от бренда Adidas. Они, кстати, оригинальные. Но у них косяк стерта на пятках подошва. Ну и внутри на пятках немного разорваны. Но носить их все еще можно. Так что помоечка в очередной раз офигенно обувает. Я кайфую от обуви с помойки. В основном всю эту обувь я продам на барахолке рублей по 100, по 200 за одну пару. А вот эти ботиночки буду носить и кайфовать, ребята. Мау! Блин, как же они мне нравятся. Я просто, ребят, шокирован от такой халявы. Я их отмою и будут смотреться еще лучше. Ой, блин, как же я люблю помойки. Блин, ребят, бля. Слава мне описать, пером не показать. А еще, кстати, здесь есть вот такие ботиночки черного цвета. С целой подошвой. Состояние у них подушатанное. Самое интересное, что эти ботинки от бренда Валентину Горовани. Они очень дорогие. Это дизайнерская обувь. По качеству, ребят, это, скорее всего, оригинал. Я их обязательно отстираю и попытаюсь продать. Модель ботинок называется Моника Вага. И, кстати, даже не пойму, какой размер этих ботинок. Здесь нигде размер не указан. Но, ребят, по ощущениям, это оригинал. Материал какой-то прям вообще качественный. Вот здесь они, правда, подрасклеились. Хотя, нет, стоп. Это паль ебучая. Ребят, знаете, как я это понял? Вот здесь смотрю на эту строчку, думал, они прошитые. Но нифига подобного. Это эмуляция того, что они прошитые. Я не думаю, что Валентина делает подобную обувь. Поэтому, ребят, скорее всего, это подделка. Блин, помойка обламывает. Нашел супер-быстрый топовый фиджет спиннер. Буду его с собой носить, когда буду ходить и искать находки в прямом эфире. Данный спиннер мне очень сильно пригодится и будет успокаивать мои нервы. Помоечка дарит антистрессовые топовые игрушки. Был найден в помоечке ноутбук в разобранном состоянии. Из него излег целую матрицу. Видно по экрану и по плате, что это старый ноутбук. Матрица, кстати, целая и это очень хорошо. Ведь матрица в ноутбуках это самое дорогое, что в них есть. Поэтому данную матрицу продам на запчасти, также продам на запчасти вот эту плату. В плате стоит съемный процессор и видно по плате, что она супер-древняя. Так что все это барахло продам на барахолке рублей за 300. Потому что оно никому уже не надо. Нашел две коробки от восьмых айфонов. Это супер-круто, так как я коробочки собираю. Эх, моя коллекция снова пополняется. А еще нашел блок питания от ноутбука. А в этой колбе нашел маленькую отверточку, которая мне пригодится. А еще нашел жижу для вейпа. Оставлю себе. А еще был найден порошок для волос от бренда Шварцков. И две бутылочки полностью новых мыльных пузырей. Также был найден нож для гипсокартона, пригодится. А еще была найдена вот такая вот бритва от бренда Панасоник. И она, кстати, даже рабочая. Но, к сожалению, в комплекте с ней не было блока питания. А здесь такие разъемы, что я даже не знаю, каким образом я смогу эту бритву заряжать. Поэтому придется мне ее продать на барахолке. Рублей за 100. А еще был найден Wi-Fi приемник от бренда TP-Linx со скоростью 150 Мбит на секунду. Неплохой Wi-Fi приемник. Положу в сюрприз бокс. А вот это уже топовая геймерская мышка от бренда Razer. Смотрится она довольно-таки классно и в руке лежит очень удобно. В прошлом обзоре находок я находил подобную, только там модель была уже поновее. Модель мышки Razer Naga. Здесь есть переключение чувствительности мышки. Мышка игровая, классная. Принесу домой, проверю. Если работает, положу в сюрприз бокс. Была найдена, ребят, офигенная машинка. Полностью целая. Колеса у нее целые. Плюс в нее вставляются батарейки. И когда нажимаешь на передние колеса, она должна издавать звуки. Но, к сожалению, батарейка уже села. Багажник у машинки открывается. Машинка вообще офигенная. Полностью целая. Насколько я знаю, это машинка от бренда Jaguar. Положу данную машинку в сюрприз бокс. Была найдена полностью рабочая лампа для маникюра. С таймером на 10, 30, 60 и 90 секунд. С подставкой. В комплекте с этой лампой даже был блок питания. Ну а лампа, кстати, полностью рабочая. Подобные лампы покупают. Ее можно будет продать на барахолке рублей за 200. Ну или на Авито рублей за 400. Была найдена крутая подушечка мягенькая. Белого цвета, но она немного запачкалась. Я данную подушку привяжу к своему игровому креслу. Буду упираться спиной на эту подушку и кайфовать от халявы из помоечки. Подушечка вообще балдежная. Заберу домой. Было найдено два шуруповерта. И они, кстати, не работают нифига. Во-первых, потому что в этом шуруповерте сдохший аккумулятор. А в этом шуруповерте его вовсе нет. Но данные шуруповерты охотно купят на барахолочке рублей по 200 за штуку. Помоечка одаряет строительным инструментом, как обычно. Но жалко, что эти шуруповерты не в сборе. Вот этот от бренда Хаммер особенно классный. Если был бы блок питания в комплекте и аккумулятор, я бы по-любому его поставил себе. Также была найдена подсветка для картины, которая вешается сверху картины и ее подсвечивает. Но она, к сожалению, не работает. Там сгоревший блок питания. Поэтому данную подсветку продам на барахолке рублей за 50. А еще был найден корсет женский для стягивания тулова. Данный корсет полностью целый и продастся на барахолочке. Не знаю, зачем девушки носят корсеты. Скорее всего, для того, чтобы скрыть свое ожиревшее тулово. Так что данный корсет я продам на барахолочке рублей за 100. А еще было найдено полбутылки Санта-Рагеля для труб. Это качественная тема для промывки канализации. Оставлю себе. А еще был найден рабочий магнитофон от бренда BBK. Магнитофон маленький, компактный, древний, но рабочий. Диски в нем тоже работают. Данный магнитофон продастся на барахолочке рублей за 200. К сожалению, это уже устаревшая музыкальная аппаратура, которая никому не нужна. Но, тем не менее, до сих пор подобные магнитофоны пользуются спросом. Был найден неплохой кожаный кошелек. Внутри он полностью целый. Имеется большое количество карманов. Также есть лотки для сим-карт, в которых даже остались сим-карты. По ощущениям, это точно кожаный кошелек. Но внешнее состояние у него подушатанное. Поэтому я его продам на барахолке рублей за 100. А еще был найден рабочий фен, который продам рублей за 50 на барахолке. А еще был найден офигенный блендер от бренда Zigmanus Strain. По ощущениям, этот блендер вообще не дешевый. Здесь есть одна кнопка, которая еще и подсвечивается. Блендер полностью рабочий. Блендер топовый. Я его оставлю себе, потому что он реально очень сильно пригодится на кухне. Ну а если бы я его продавал, то продал бы рублей за 800. Потому что видно по блендеру, что он не особо дешевый. Ну а в магазине подобный блендер стоил бы примерно 2500-3000 рублей. Но я же не дурак такой блендер крутой продавать. Поэтому я его оставлю себе. Себе оставляю с помоечки все самое классное. Небольшая партия мелких находок. Во-первых, было найдено 3 пачки запечатанных абсолютно новых зиплок пакетов. Их здесь дохренища. Оставлю их себе, буду в них что-то складывать. Также был найден вот такой маленький кулер. Вот в этом кейсе была найдена вот эта вот непонятная хрень. Я вообще без понятия, что это такое. Называется OF-101. Напишите в комментариях, если знаете, что это такое. Также была найдена банка с семечками тыквенными. Семочки, кстати, очень вкусные. Я их хаваю периодически. Я думаю, от них очень будет хорошо стоять на полшестого. Также был найден вот такой вот чайничек, который купят охотно на барахолке. Также было найдено вот в этом кейсе вот эта непонятная хрень. Это скорее всего какая-то контактная группа. То есть типа штекер этот, видимо, куда-то вставлялся. Но очень интересная находка. Продам на барахолке. Также был найден вот такой вот топорик для мяса из Советского Союза. Его очень охотно купят на барахолке рублей за 200. Также была найдена вот эта коробка, набитая доверху различными метизами. Вот таких скоб здесь очень много для крепежа кабеля. Также очень много различных болтов, сабаретов. Мне кажется, эту коробку кто-то всю жизнь копеет. Тут даже есть очень ценнейшие уголки, с помощью которых можно делать различные полочки в гараже. Здесь в пакете очень много болтов. В общем, это очень ценная коробка для гаража. Теперь у меня не будет нужды в болтах и саморезах. Офигенно. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Ну а сейчас я вам покажу то, что я разыграю на 100 тысяч подписчиков. Ко мне приезжал подписчик из Москвы и привез абсолютно новый игровой компьютер. С подсветкой. Вообще, крутой комп реально, ребят. Там 6 ядер, 8 потоков. Крутая видюха. Крутое... Все. Также он еще привез современный ноутбук и абсолютно новую гарнитуру игровую для компьютера. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, в итоге будет 5 призовых мест. 5 крутых призов, которые я отправлю в любой город России. Скоро на моем канале выйдет обзор данного компьютера, ноутбука, ну и всех остальных призов. Также я и анонсирую в этом видосе розыгрыш этого всего добра. От вас я прошу только лишь большой актив. Давайте наставим на этом видосе максимальное количество лайков. Ну а когда будет 100 тысяч на моем канале, тогда я и разыграю все это добро. С вами был Штребух. Всем спасибо за ваш просмотр. Ждите видос с анонсом на этот самый крутой розыгрыш на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok